Девушки отдыхают Блестели салюты Пришло время Будних дней Мне кажется, знаете, все равно о ветеранах Не нужно забывать никогда Нужно оберегать их Защищать, помнить о них постоянно И не только о ветеранах Тут я имею ввиду Великой Отечественной войны Но и о тех людях, с которыми мы живем вместе О наших бабушках Дедушках, мамах Папах И вообще о тех, кто нуждается в нашем тепле И заботе Будем этим вечером Говорить и обсуждать Очень такую щепетильную Тему Поговорим о пенсиях Наше благосостояние В том возрасте, когда мы будем уже Пришепетывать Прихрамывать И прикашливать Вам еще далеко до этого возраста Но тебе-то вообще можно о пенсии не думать Но все-таки думать нужно И даже молодым людям Мне кажется, уже когда человек Начинает посещать детский садик Уже нужно задумываться о том Какая будет пенсия Для чего вот эти Снилсы делают Пенсионное законодательство Оно меняется из года в год Из пятилетки в пятилетку И теперь все зависит От баллов Ну потому что система начисления в последние годы Зависит от баллов Не от баллов Неправильное рассуждение Неправильное Еще и от бала Тоже может зависеть Потому что посещение Вот этого бального мероприятия В юности Мне кажется Очень сильно влияет На материальное положение В старости Ну это как-нибудь В нашей другой Как-нибудь В нашей теме А сегодня Мы и решили Так назвать Наш эфир Кто пойдет На бал Вот так Я предлагаю Наталье Сразу же Объявить Голосование Голосование Которое уже идет В нашей группе Вконтакте Итак Вопрос звучит так Люди пенсионного возраста Продолжают работать Потому что И варианты ответов Не хватает денег На жизнь Скучно дома Копят на отдых Принципиально Они дают Дорогу молодым Ну я надеюсь Молодым Везде у нас Кстати Пока что Среди нашей аудитории Опрашиваемых людей Этот ответ Не популярен Также Есть ответ Преданный делу жизни Привычка И свой вариант В комментариях Ну кстати говоря Кому удобнее Могут позвонить К нам Сюда В студию Прямого эфира По телефону 607044 И ответить На вопрос А вот Ваше Пенсионное Будущее Каким вы его Видите Да Ну и может быть Какую вообще Хотели бы пенсию Получать Или какая пенсия Была бы достойной И что вы понимаете Достойная пенсия И от чего она должна Зависеть Эта пенсия И вообще Должна ли она От чего-то зависеть Ну в общем Принимайте участие В голосовании Звоните по телефону 607044 Нас действительно Интересует Ваше мнение Давайте поговорим Пообсуждаем Тем более Что тема Достаточно такая Вот она Как мне кажется Актуальная Тем более Да Новость последних дней Председатель Центра стратегических Разработок Алексей Кудрин Предложил Президенту России Владимиру Путину Свой план Сокращения Количества пенсионеров В стране Возраст выхода На пенсию Для женщин Предлагает Повысить до 63 лет Для мужчин До 65 Я не доживу Да И само повышение Предполагается Постепенно Начиная с 2019 года Также предлагается Ужесточить И сами условия Получения пенсии Повысив число Минимальных баллов Вот сегодня О которых Мы собственно говоря Говорим Касаемся Так скажем А также Минимальный Минимальный стаж До 20 лет Сейчас он Составляет По-моему 15 лет Очень интересно Что для Врачей И учителей Вот этот стаж Увеличит До 35 лет Но самые главные Бездельники Ну да Ну постепенно Они же бездельники Так как бы Ну что же У них зарплата Маленькая Пока что А кто виноват Не знаю Да сразу Будем сегодня Ну в общем Будем об этом Разбираться Ну кстати говоря Пенсионное законодательство Оно Разница Во всех странах В том числе Вот например И в европейских Хотя это единый Ну вот кстати Очень часто Ставят в пример Германию Да Что вот там Пенсионеры Как только выходят На пенсию Сразу же начинают Путешествовать Им хватает На туры По Европе И в теплые страны Хватает денежек Съездить Оказывается Оказывается Что в пенсионный Государственный фонд Работающие бюргеры Должны отчислять 20 Чуть больше 20 Процентов От месячного Своего заработка Ну правда Половину работодатель А вот другую половину Должен сам работник Отчислять И пенсионный возраст В Германии Составляет 67 лет Даже не 65 Да Видно пивасик И баварские Сардельки Играют 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 Свою роль Я ни к чему Не призываю Ни к чему Переместимся Во Францию А там вина Андрей Отключите пятый микрофон Каждый француз Независимо от пола Имеет право Выйти на пенсию В 60 лет Ну то есть И для мужчин И для женщин Это вот такой возраст 60 лет Однако полный размер пенсии Он сможет получать При наличии трудового стажа 40 лет То есть по сути В 20 лет Человек уже должен Определиться с профессией Ну желательно И вот как-то так стабильно работать И при этом Минимальная пенсия Во Франции Составляет Порядка 500 евро в месяц Обратите внимание Друзья мои 40 лет стажа Это я вообще не знаю Сразу после университета А мы жалуемся Вот у нас такое Нас заставляют работать Нас заставляют работать Ничего Французы пашут Как кони вороны В Великобритании Право на получение Государственной пенсии Имеет каждый человек Исправно плативший налоги Не работавший А исправно плативший налоги В течение 30 лет Ну мне кажется Это справедливо Потому что Если ты ничего не положил В общую копилку В общую казну Что ты можешь там Тогда оттуда взять Это вот как-то Мне кажется А где же наша Вот узнал как-то царь Что где-то растет Молодильное яблочко Отпади туда Не знаю куда Принеси то Неизвестно что Халява не проходит Между прочим Там у них В Великобритании Соединенные Штаты Америки Пенсионный возраст Мужчины 65 Женщины 65 лет Мужчины 67 лет Ну правда Размер пенсии 1200 долларов Но если так посчитать Сколько у них там Что там стоит Там какие-нибудь там Финтифлюшки Вот эти вот маленькие И пообедать в ресторане То это ну совсем Ни о чем Ну вот совсем Ни о чем Пенсия в Соединенных Штатах Америки И многие американцы Откладывают Откладывают Копят эту пенсию В банках Правда банки Не так разоряются Как у нас Часто Поэтому как-то все у них Вот Я тебе оставил Китай мою любимую страну Китай Пенсионная система Китая На сегодняшний день Находится в стадии Реформирования Дело в том Что государственного Пенсионного обеспечения В Китае практически нет Ну правда есть там что Реформировать Потому что Государственную пенсию Получает там Каждый четвертый Китаец В основном Это горожане А вот остальных Пенсионеров По старым Обычаям Обязаны содержать Их дети И это я считаю Правильно Потому что А наши родители Заботятся Мне кажется Почему в Китае Почему мы А почему мы Не должны заботиться Почему в Китае Сейчас идет Пенсионная реформа Потому что Максимум Два ребенка И то за Там Надо пройти Неимоверное количество Собеседований И встреч С чиновниками Китайскими Чтобы завести Второго ребенка Ну один-то ребенок Не прокормит Себя Жену Детей И еще и Престарелых родителей Если пенсии нет Поэтому Пенсионеры Пытаются работать Везде Что в Китае Что в Великобритании Что в Германии Что у нас В любимом Городе А что мы все О деньгах Давайте поговорим О культурном Аспекте Работы Во время Вот Когда люди Достигают Уже пенсионного Возраста Так Ну некоторым людям Просто скучно Сидеть дома Кому скучно Голосуйте В нашей группе Вконтакте Они начинают Заниматься Каким-то Любимым делом И возможно Даже зарабатывать На этом Не знаю Там вязать Какие-то носочки Продавать их Как-то через интернет Почему Почему бы Есть еще И очень Достаточно Продвинутые Пенсионеры Которые Не только Там вот Крючочком Вяжут А Используют Высокие Интернет Технологии Аман Алашбаев 71-летний Житель Омска За короткий Срок Обрел Популярность В Рунете Занимаясь Довольно Нетипичным Для своего Возраста Занятием Пенсионер Увлекся Компьютерной Игрой Контр-страйк Вот вы даже Наверное Не знаете Что это Я еще Не на пенсии Мне еще Не 71 год У меня все Впереди Я еще В общем Он стал Вести Онлайн Трансляции Игрового Процесса Пожилой Мужчина Известен Пользователем Под ником Аташка Давайте Посмотрим Какие же Все-таки Ролики Он выкладывает В сети Что Смотрят Люди Завайте Загонять Его Правильно Убили Пропустили Его Аташ Как Ну так Почему не пропустили Не надо пропускать Его Аташ Во Убивайте Убивайте Его Вот он Сбоку Бежит Слушай Какая у меня Радостная перспектива В 71 год Я вот сижу Вот так А между прочим Он почти Всего за несколько месяцев Добился Больших успехов У него подписчиков На ютуб Более Шести тысяч Что я с ними В 71 год А потом он сможет Как-то Вечер рекламодателей И уже Может быть Даже зарабатывать На своем канале Ну в конечном итоге Мы сегодня говорим Не о том Как зарабатывать И чем заниматься На пенсии Мы сегодня говорим А ваше пенсионное Будущее И настоящее Вот какое Как вы видите Будущее И настоящее Нет ли у вас Опасения Что Вы без пенсии Останетесь Что нужно делать С молодых ногтей С юного возраста Для того Чтобы получать Приличную Пенсию Ну все-таки Приходится Людям Работать И на пенсии Чего Греха Таить И Ну не все Работодатели Охотно Берут Людей Пенсионного Возраста И тогда На помощь Приходит Центр занятости Давайте Послушаем Комментарий Сотрудника Центра занятости Сколько Амичей Пенсионного Возраста Они смогли Трудоустроить И что Для этого Нужно Ежегодно В органы Службы Занятости Населения Омской области Обращается Не менее Двух тысяч Граждан По всей Области Пенсионного Возраста Бухгалтера Экономисты Это Рабочие Профессии Граждане Которые имеют Это Технологи Это Инженеры Из Двух тысяч Граждан Порядка 70% Даже более 70% Трудоустраиваются И мы Конечно же Говорим о том Что Прежде всего Это Активные Мобильные Люди Имеют Хороший Опыт За плечами Это Конечно же Наличие Мудрости У этой Категории Граждан Те плюсы Которые В принципе Для работодателя Могут Быть Преемственны И полезны Если Вы Гражданин Пенсионного Возраста И рассматриваете Возможность Трудоустройства Вам необходим Заработок Необходимо Обратиться Либо в Центр По месту Жительства Ближайший Центр Занятости Которые Находятся У вас По месту Жительства С предоставлением Документов Если Вы хотите Чтобы Вам Подобрали Подходящую Работу Достаточно Только Паспорта Паспорта И Трудовой Книжки И Если Есть У вас Ограничения В труде Потому что Очень много Граждан Которые Имеют Инвалидность Обязательно Индивидуальную Карту Мы Наздываем И ПРА Если Вы Хотите Пойти На Профессиональное Обучение То Обязательно Необходимо Предоставить Помимо Паспорта Пенсионного Удостоверения Документ Об образовании Обязательно Тот Который У вас Был То Наличие Профессионального Образования Которое Есть Ну Наталья Мне кажется Вывод Можно Сделать Такой Наличие Профессионального Образования Чтобы Во время Получения Пенсии Можно было бы Еще и Работать Необходимо Получить Хорошую Профессию Чтобы было Чем Зарабатывать Чтобы стать Незаменимым Специалистом Да Да Невозможно было Уволить Человека Ну вот мы С тобой Судим Дорядим От чего Это все Зависит Какое Образование Нужно Получить Какую Специальность Нужно Иметь Для того Чтобы Пенсия Была Большая Хорошая Какой Стаж Вот Об этом Сейчас Об этом Актуальном Можно сказать Наболевшем И поговорим Буквально Через Несколько Секунд С гостей Нашего Того Еще Вечера Сегодня В гостях У программы Тот Еще Вечер Заместитель Управляющего Отделением Пенсионного Фонда России По Омской Области Наталья Васильевна Смегасевич В пенсионном Фонде Работает С 2000 Года Считает Что Пенсионное Обеспечение Базовая И одна Из самых Важных Социальных Гарантий Стабильного Развития Общества Подчиненных Ценит Профессионализм И Компетентность Убеждена Будущее За современными Интернет Технологиями Доброго Вам Замечательного Вечера Наталья Васильевна Большое Спасибо Что Нашли Время Оторвались От семейных Забот И Пришли К нам Чтобы Поделиться Актуальным Значимым Со всей Нашей Аудиторией Многотысячной Ну вот При подготовке К нашему Эфиру Сегодня Нашла Такое Понятие Как Заблаговременная Работа По назначению Пенсии Вот что Именно В себя Включает Это понятие Что мы Должны Заблаговременно Работать Чтобы потом Получать Пенсию Стратегию Какую-то Продумывать Что это Вообще Вообще Это Стратегия Человека И мы Когда Выходим В профессиональные Учебные Заведения Даже В школы Когда Выходим В вузы Выходим Мы Уже Говорим Ребятам О том Что Нужно Формировать Свою Пенсию Свои Пенсионные Права С самого Как только С первого Рабочего Дня Потому что Человек Уже Сразу Должен Понимать Что он Официально Работает Что он За него Работодатель Плачивает Страховые Взносы В пенсионный Фонд Это Обязательные Условия И потом При наступлении Уже Определенных Условий Которые У нас Уже Определены В законодательстве Человек Имеет Возможность Право Обратиться За пенсию За благовременная Работа Сама Наших Граждан Которые Готовятся Выходить На пенсию За 9 месяцев Больше Меньше Как рождение Ребенка Рождение Пенсии Легко Зато запомнить К нам Можно прийти И по нашему Приглашению С определенным Пакетом документов С тем Чтобы человек Уже понимал Какие документы Нужно собрать Самому Какие документы Нам можно запросить В архивных Учреждениях В странах Может быть СНГ Там где работал Человек Потому что у нас Очень много Приезжих Из Казахстана Из других Особенностей Нашего Приграничного Региона Конечно Поэтому здесь У нас очень много Таких вот Особенностей Которые За 9 месяцев Нам позволяют Эту работу Организовать И провести Предварительно То есть За благовременно Она и называется Потому что Мы за благовременно Человека готовим К выходу на пенсию А если Эту работу Я по каким-то Причинам Провести не могу И не за 9 месяцев А вот Просто лень Я был занят Другими делами Может быть Ну допустим Но вот случилось У меня 60-летие Я праздновал И иду Говорю Хочу пенсию То через сколько Я получу пенсию Недель Месяцев Значит Есть у нас срок Тоже в законе Он предусмотрен Это 10 дней С момента Обращения За пенсией Но эта пенсия Будет Какая Маленькая Большая Проверенная Непроверенная Или социальная Какая Вот смотрите Нет Эта пенсия Будет Ваша страховая То есть С учетом Вашего стажа Заработанного Но здесь У нас ситуация Какая есть У нас Есть все равно Будет необходимость Может быть Запрашивать Какие-то Дополнительные документы Все равно Потому что Могут быть ситуации Когда трудовая книжка Не совсем четко Составлялась В период Трудовой деятельности Да И человек Не сможет Так вот Сам оценить Насколько там Все записи Вносились Своевременно Что они вносились Все правильно И так далее То есть Что касается Трудовой книжки У нас очень много Претензий вот таких Потому что Нам приходится И запрашивать Работодателей Очень часто Которые Слава богу Если они есть На месте сегодня А если их нет То это архивные учреждения А если документы В архиве не сдавались Это еще какие-то Дополнительные документы Могут быть От правоприемников Организации То есть Здесь очень большая Кропотливая работа Вот Ну а если вы говорите Сами не пришли Да вот мы вас пригласили Вы не пришли А то есть Вы мне должны Еще обязательно Пригласить Обязательно Обязательно Приглашение Пришлем Да Если у нас будут Сведения о том Что вы работаете За вас Сдаются сведения Персонифицированного Учета То есть Мы вас видим И когда мы Понимаем Что подходит Уже возраст Пенсионный Для женщин 55 Для мужчин 60 В общем порядке Тогда мы Такое уведомление Направляем Человеку Мы сегодня сознательно Не говорим Вот о так называемой Тойбальной системе Мы так вот Ее так немножечко Вот касаемся Что необходимо Для того чтобы Количество этих самых баллов Было максимальным Это мы сделаем Отдельный эфир Да потому что тема Очень обширная У нас есть телефонный звонок Нам подсказывают Давайте послушаем Попробуем ответить Доброго вам вечера Вы в прямом эфире Задавайте свой вопрос Или высказывайте свое мнение Здравствуйте Я по поводу мнения своего Мне пришлось По ходу того Что я выхожу В этом году На пенсию В июле месяце Обратиться В советское отделение Пенсионного фонда И хочу сказать Что даже по телефону Было настолько Ну какое-то Некорректное И неуважительное Отношение ко мне А в чем это проявлялось Да в чем выражалось Оно выражалось В интонации В том как говорит Человек Который принимает От меня значит Ну как бы Звонок И было таким образом Что вот как будто Я этим людям Что-то должна Прям вот Я даже не знаю Возмущена до сих пор Не могу остановиться Вот Не осветить Вот этот вопрос Недовольный Именно отношением Да Качеством Да Именно качество Отношение То есть ко мне Неуважительно отнеслись Во-первых А во-вторых Может быть это вам показалось Я не просто Просто бывает Разное настроение Вы знаете Я не первый раз Туда обратилась Дело в том Что я раньше Заходила в пенсионный фонд Когда у меня было Допустим Чуть больше года Да Мне просто Спасибо Понятно 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 Спасибо вам За телефон Наталья Васильевна Вот куда пожаловаться Если Всего вам доброго Случается такая ситуация Мы постараемся Выяснить Да все-таки Если есть такая возможность Кто ввел прием Этого человека Потому что мы Не допускаем Конечно Таких ситуаций Вот Ну пожаловаться И сообщить Можно в отделение Пенсионного фонда Это наша организация Это наша организация Вышестоящая по отношению К территориальным Управлением И телефон Горячая линия Готова Озвучить Конечно Озвучивайте 2474-01 2474-01 Да Мы принимаем Эти звонки Любые абсолютно И обращения Когда кто-то Чем-то недоволен То есть пожалуйста Обращайтесь Наталья Васильевна Скажите пожалуйста На что Нужно обратить внимание Вернее Что должно Насторожить Начинающего работника Что он должен проверить Для того Чтобы уже Вот с первых Недель С первых дней У него какие-то денежки Капали на будущую пенсию Да Вот Это нужно проверить Свою рабочую Трудовую книжку Либо что Вот как С чего начать Что должно насторожить Конечно Человек должен понимать Что он заключает Трудовой договор То есть у него Начинаются трудовые отношения Соответственно Запись должна быть Внесена в трудовую книжку Либо с ним должен Заключен быть Трудовой договор Письменный Двусторонний Там где обозначен Работодатель Он в качестве работника Где условия определены Что выплачивается Заработная плата Может быть конечно Там не будет условия О уплате страховых взносов Но это не значит Что страховые взносы Не уплачиваются Потому что Все ответственные работодатели Обязаны у нас Уплачивать страховые взносы И как бы Порядок определен Он не меняется Очень долгое время Поэтому здесь Все абсолютно понятно Но для человека Чтобы он понимал Что действительно Оплачиваются страховые взносы Это одно из условий Потом для назначения Пенсии В будущем Это возможность Которая сегодня Вот у нас Позволяет нам Интернет технологии Все это осуществлять То есть в течение Определенного квартала работы Вот квартал Проработали Человек может на Сайте пенсионного фонда Зайти в свой личный кабинет И просмотреть состояние Своего индивидуального Лицового счета То есть вот эти вот Письма счастья Которые приходили Раньше Из пенсионного фонда Они теперь уже Не обязательны Да Их теперь вообще нет Их теперь этих писем нет Бумажная промышленность Заработает у нас Совсем плохо Раз бумаги нет Зато есть высокие Интернет технологии Но это Правильное решение Я как раз Вот нашла Сайт этого пенсионного фонда Вот так это все выглядит Так что можете Обращаться смотреть У нас есть телефонный звонок Доброго вам вечера Вы в прямом эфире Здравствуйте Задавайте свои вопросы Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Да, Татьяна Добрый вечер У меня мама Давно на пенсии Вот хотелось бы Такой вопрос задать У нее зарплата 7 Ну пенсия 7 тысяч Проработала 25 лет На заводе Ветеран труда И как при такой пенсии Прожить? Как платить за квартиру На лекарства? Вот как прожить По такой пенсии? Спасибо Спасибо, Татьяна За звонок Как вы можете Это прокомментировать? Не хватает стажа Или что? Или заработная плата Была маленькая? Скорее всего Небольшая заработная Оплата Как раз Я думаю 25 лет Это не такой большой стаж При котором у нас люди Выходят на пенсию Я бы просто посоветовала Татьяне Вот со мной тоже связаться И мы бы посмотрели Как бы расчет Пенсии Мама То есть это все Зайдите, Татьяна На официальный сайт Пенсионного фонда И с Натальей Это очень много Это очень много Более того Более того У нас не только Сами граждане Обращаются За проведением Этой благовременной работы За подготовкой Этих документов Необходимых для назначения У нас есть еще Ситуация Когда страхователи Или работодатели Вот в отношении своих работников Такую работу тоже проводят При взаимодействии с нами То есть это очень такое Интересное и важное направление Сегодня Очень такое Перспективное Потому что Мы заключаем С работодателями С нашими страхователями Мы их называем Соглашение Об электронном документообороте У нас есть возможность По каналам связи Принимать заявления Пакеты документов Формировать уже Макеты Даже электронных Выплотных дел И уже рекомендовать Подобрать какие-то документы Либо работнику представить Либо мы какие-то Уже запросы делаем В связи С заявлением человека Если такие Необходимы Сделать запросы И соответственно Вот так Мы с работодателем Готовим уже работника На выход к пенсии И уже за 10 дней Когда человек Обращается к нам Кстати он может Обратиться тоже И через работодателя Также Не приходя вообще В пенсионный фонд И обратиться можно к нам И через портал Государственных услуг И через сайт Пенсионного фонда То есть у нас уже Технологии позволяют Сейчас бесконтактно Подать такое заявление На назначение На выплату пенсии Ну это при тех условиях Вот которые мы сегодня С вами говорим Что все документы В порядке То есть все понятно нам Расчет можно сделать Выбрать наиболее Выгодный вариант И так далее То есть вот При таких обстоятельствах Мы можем уже В любом случае Если что-то непонятно Нужно Может быть даже ногами Прийти В пенсионный фонд Ну или зайти на сайт Я кстати здесь нашла Пенсионный калькулятор Тоже такая забавная вещь Обязательно рассчитаю После эфира уже Свою будущую пенсию Спасибо вам Наталья Васильевна Спасибо большое За эту встречу А всем нашим телезрителям Хочу пожелать Как можно чаще Посещать пенсионный фонд И не только за 9 месяцев А можно и за 9 лет И проконсультироваться И все узнать Спасибо вам большое Всем самого доброго Наш разговор еще попозже Продолжим Просто с большим интересом Жду от тебя Итогов нашего голосования Итак Люди пенсионного возраста Продолжают работать Потому что Не хватает денег на жизнь Это самый популярный ответ 68% респондентов Так считают Скучно дома Так ответили Почти 15% опрошенных И преданную делу Преданную делу жизни Тоже 15% опрошенных Остальные ответы Ну так вот По нулям Так что Как-то вот Очень однобоко Сегодня проголосовали Ну в общем Голосование получилось Такое Как оно получилось Я считаю Что оно абсолютно объективное Большинство наших телезрителей Отмечают Что люди работают На пенсии На пенсии Потому что им Не хватает денег Чтобы сходить В магазин Или поехать Куда-нибудь отдыхать Нехватка средств Ну в общем Получилось так Как оно получилось Наверное Поехали Вот такие у нас сегодня Результаты Ну мне кажется Все-таки Выход на пенсию Хотя бы Первые там 5 лет 7 лет Это не повод Расслабляться Все равно люди Находят какое-то Хобби для себя Какие-то новые интересы И почему бы Не поработать Какая хорошая идея Работа После 60 Для мужчины Становится Хобби А для женщин Это приятное хобби Потому что Оно Немножечко Приносит Понятно Потому что Ты мастер Уже своего дела Ты уже Все знаешь Все умеешь Это красиво А вы знаете Как в детских садиках Руководители Некоторые говорят Мы очень любим Наших работников Пенсионеров Потому что В основном Там же женщины работают А женщины на пенсии Пенсионного возраста Уже не уходят в декрет Поэтому не нужно Придумывать Что там Заменить их кем-то Либо какую-то Стабильность Наталья Это признак Педагогического Мастерства Ну вот такие Вот у нас сегодня Результаты Таким был Сегодняшний Тот еще вечер С вами в студии Были Андрей Крылов Наталья Змага Прощаемся с вами До завтра Тепла и уюта В вашем доме До встречи Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова